В Верхоянском районе прошли отчеты правительства. Перед населением рассказывает Альбина Павлова. Если жители Наслюгов на встречах поднимали проблемы развития сельского хозяйства, до первых озвученных в истории отчета правительства вопросов экологии души, то Батагайса волновала также реализация программы субсидирования граждан, выезжающих за пределы Крайнего Севера. У меня вопрос. Каковы размеры субсидирования республики на Верхоянский район, в частности, по 2017 году? Если кто может с конкретными цифрами ответить, то это будет просто прекрасно. И каковы планы у правительства республики Саха по Верхоянскому району конкретно на 2018 год? Рабочая группа правительства посетила все 17 сельских поселений и 6 участков от села Барлас до участка Сахток. Было отмечено, что несмотря на отдаленность и труднодоступность, верхоянцы настроены на дальнейшее развитие родного аулуса. В очередной раз на самом деле убедился, что многое зависит именно от самих людей, которые живут. Вот в селе Чуримча видно, что живут очень неравнодушные жители и глава поселения, очень такой замечательный человек, который смогли обустроить свое село так, что скоро они будут там принимать душ у себя дома, иметь канализацию. И оказывается, даже за полярным кругом в маленьком селе такое возможно. Со своей стороны жители полиса Холода оценили работу исполнительной власти на твердое хорошо.